МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедший театральный сезон в Русском театре отмечен сразу тремя премьерами. Самым ярким расскажет гость программы Ольга Ивашова. Добрый вечер на телеканале Россия 24. Информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов посетили семью учителей в трех поколениях Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние несколько лет и значение профессии учителя для их семьи. Педагогический стаж династии в Суме насчитывает более 80 лет. Старший член семьи, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер пять Черкеска Зинаида Лисовенко. Более 50 лет проработала в общеобразовательной школе. Ее дочь – учитель начальных классов. Пятая гимназия Светлана Тихонова и младшая представительница династии Дарья Тихонова параллельно учатся в Карачаево-Черкесском педагогическом колледже имени Умара Хабекова и Карачаево-Черкесском госуниверситете, одновременно работая учителем начальных классов. Жанна Сергеевич, еще раз хотел бы выразить искреннюю благодарность. Мы с вами не первый день встречаемся в Карачаево-Черкесии. На любой мой посыл или просьбу о встрече вы реагируете всегда моментально. Но самое главное, что очень много, что мы с вами реализовали. Я хочу поугадать вас, всю команду Министерства просвещения за те результаты, которые мы дожидались сегодня, рассказывают о том, что детских садов-то не было хорошим. И приходилось или с мамой, или с бабушкой находиться. Мы с вами как-то уже про это забыли. Мы забыли все. Про эту проблему, да. А на самом деле, это же тоже целая работа была по дошкольному образованию. Это огромная проблема, огромный вопрос. А детский садик. И Сергей Сергеевич всегда очень погружается и трепетно относится к тем или иным проблемам, которые во всех субъектах Российской Федерации. Но я конкретно могу сказать про Карачаево-Черкесию. И поддержку министра и министерства мы всегда ощущаем. Я очень вам благодарен, Сергей Сергеевич, за то, что вы сегодня нашли такую возможность приехать. Готовы к обновлению в рамках реализации государственной программы развития образования. В Хабецкой средней школе началась подготовка к капремонту. Фатима Даурова застала первый этап работы. Всего через два года школа отметит полувековой юбилей. Учебное заведение было сдано в эксплуатацию в далеком уже 75-м году. Здание относится к типовым и за все 48 лет своего существования поддерживалось периодическими ремонтными работами. Но, тем не менее, необходимость в капитальном ремонте неизбежна. Школа нуждалась в ремонте. Почему? Потому что в первую очередь в 75-м году она была сдана. После этого капитального ремонта не проводилась. И каждый, кто зайдет, конечно, увидит, что топительная система уже не годится, электропровода у нас уже тоже слабые, стены, все вот это все уже требует хорошего капитального ремонта на современных условиях. Уже разработаны дорожные карты, согласованные с Министерством образования и Дирекцией капитального строительства республики. Со дня на день определится компания-подрядчик, который займется ремонтными работами. То, что подготовка к ремонту началась в самом разгаре учебного года, конечно, привело к некоторым трудностям с образовательным процессом. В школе обучается 740 детей, для которых пришлось найти временное пристанище. Вопрос был разрешен с помощью руководства района и отдела образования. Они размещены у нас в общежитии лицея Аула Хабес и в сельском поселении Аула Хабес, где нам Туаршав Абеслан Мухаммедович тоже предоставил 4 просторных светлых кабинета. В сельском поселении в 4 кабинетах у нас в 2 смены занимаются обучающиеся 9-11 классов. Основная масса у нас с 1 по 10 классы у нас в 1 смены должны заниматься по санпину. Занимаемся мы в 2 смены тоже в здании общежития лицея. Ученики и учителя относятся с пониманием ко временным трудностям. Потихоньку привыкают к новому ритму и распорядку дня. Учебный процесс налажен. А перемена места даже в некотором смысле обновила восприятие детей к обучению. Дети легко и быстро адаптировались. Занятия у нас проходят в штатном режиме. Конечно, это не то, что у себя в родной школе, конечно, когда работаешь и всё как бы в 1 смену. Но, тем не менее, мы очень довольны особого напряга. Конечно, ощущаем трудности, но в любом случае дети тоже уже… Программа не ограничивается только ремонтными работами. Она предусматривает комплексное развитие, обновление инфраструктуры и закупку необходимого оборудования. Всё это позволит создать комфортную образовательную среду. Управление Росреестра по Карачаево-Черкесии в очередной раз напоминает о важности установления границ земельных участков и внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. Наличие границ позволяет без лишних проблем совершать с участком любые операции и сделки. Ещё уточнение границ земельного участка поможет своевременно исправить возможные ошибки в сведениях и, как следствие, сумму земельного налога. Также сведения, внесённые в Единый государственный реестр недвижимости, являются гарантией прав собственников и сводят к минимуму возникновения земельных споров. Об этом рассказали специалисты Росреестра. Многие люди часто думают, что годами живут на земельном участке, и никакие границы не должны были устанавливаться. А почему сейчас? И сейчас это не обязательно, но это юридическая сохранность имущества гражданина. То есть уже посягательств не будет на его имущество. Границы установлены, земельный участок, границы будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме этого, границы этого земельного участка будут отображены на публичной кадастровой карте. Кто же занимается межеванием? Это кадастровый инженер, это специалист, который имеет специальные знания, познания, который прошел квалификационный экзамен. При заключении договора подряда данный договор может предусмотреть тот момент, что заказчик может оплатить полную сумму работы кадастрового инженера только после того, как данный объект будет поставлен на кадастровый учет и проведена государственная регистрация права. Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе в станице Старожевой Зеленчукского района меняет свой облик. В спортивном учреждении ремонтируют раздевалки. Следующий этап – установка душевых, чтобы юные спортсмены занимались в более комфортных условиях и достигали лучших результатов. Совсем недавно ребята принимали участие во всероссийском турнире по вольной борьбе, который проходил в Москве, откуда наши борцы привезли золотую и серебряную медали. Обо всем подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Новые современные раздевалки в детской и уношеской спортивной школе «Станица Старожевой». Специальные шкафчики, которые закрываются на ключ, куда юные борцы могут сложить свою одежду. Куда ни глянь, везде порядок, новая кафельная плитка и полностью отремонтированный санузел. Помимо этого обновят и душевые. Такого ремонта здесь не было более 10 лет, отмечает мастер спорта России по вольной борьбе тренер Старожевской спортивной школы Ахмат Хубиев. Наш ученик, Буташев Аслан Азриталиевич, ныне депутат Народного собрания парламента КЧР, посмотрев наши раздевалки, принял решение заново отремонтировать их. Потому что там они были, мягко сказать, непригодны для того, чтобы там переодевались дети. Условий не было, которые на сегодняшний день нужны для наших детей, которые приходят в секции заниматься. Спортсмены «Станицы Старожевой» достигают высоких результатов на многих всероссийских и международных соревнованиях. И совсем недавно Амит Кубанов и Ислам Болуров завоевали золотую и серебряную медали на всероссийском турнире по вольной борьбе в Москве. Это были всероссийские соревнования. Там параллельно проходили и взрослый мастерский турнир, где наши ученики выполнили разряд мастера спорта России. И параллельно проходили еще по юношам будущие «Олимпийские надежды», так назывался турнир, посвященный этому. Наши ученики, также детская и юношеская спортивная школа, один стал чемпионом Кубанов Амит, и второе место занял Болуров Ислам. Были серьезные соперники, но благодаря хорошей подготовке мне удалось одержать победу и стать чемпионом, признается победитель всероссийского турнира по вольной борьбе Амит Кубанов. Сфатка проходила нормально, как мне нужно было. В финал я вышел против Малика Гурмагомедова. В финал закончился в 12-2. Каждый день были труднейшие тренировки. Утром и вечером работали. Сорнования для меня были трудными. Сейчас юные борцы усердно тренируются, готовятся к международным соревнованиям Кубок Ярыгина, который будет проходить в Красноярске. Алих Алипшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева Черкесия, Зеленчукский район. Природно-туристический потенциал Карачаева Черкесии будет представлен на выставке туризма, индустрии и гостеприимства в Москве. Участники и посетители смогут встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров. В общей сложности планируют собрать более 500 участников из 20 стран и 60 регионов России. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите актуальное интервью с исполняющим обязанностью руководителя управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии Расулом Тикеевым. Тема «Единый налоговый счет». Слово Мадине Каракетовой. Здравствуйте. Расул Таубиевич, итак, зачем и кому нужен единый налоговый счет? Вот такое вот нововведение, которое взбудоражило все население Карачаево-Черкесии. Единый налоговый счет, он нужен всем, и государству, и налогоплательщикам с целью упрощения процедуры оплаты налогов. Теперь все налоги уплачиваются без заполнения массы платежек. Вместо них один платеж. Давайте вспомним, как это было. Для уплаты налогов платежку надо было знать порядка полутора тысяч кодов бюджетной классификации, более 20 тысяч кодов муниципальных образований, и много других дополнительных реквизитов, таких как сроки уплаты, основание платежа, налоговый период, статус и тому подобного. Все эти реквизиты следовало заполнить платежкой. Теперь с внедрением единого налогового счета нет такой необходимости, все это не нужно. Единственные параметры платежа – это ИНН и сумма платежа. Единый налоговый счет ликвидировал ситуацию, когда у налогоплательщика могла быть одновременно переплата и недоимка по разным видам налогов. Единый налоговый счет объединил разные суммы по одному платежу, и теперь у налогоплательщика есть понимание, либо он должен государству, либо у него есть положительная сальдо на своем счете, которая может распоряжиться по своему усмотрению. Он видит и понимает свой баланс расчетов с государством, то есть либо имеет актив в виде суммы на своем счете, либо ты должен, и вся информация в этом одном документе. А есть ли другие плюсы у этой новой системы? Ну, теперь у всех налогов универсальный реквизит, что исключает ошибки в платежах. Снизилось число налоговых платежей, потому что все можно оплачивать одной платежкой. Не нужно помнить о сроках отчетности. Сейчас универсальный платежный календарь, то есть один срок уплаты для всех налогоплательщиков и одна дата представления налоговой отчетности. А еще это прозрачные расчеты с бюджетом. Система самостоятельно распределяет платежи по налогам и бюджетам, единое сальдо расчетов с бюджетом и один день для снятия ареста с банковского счета. Ускорился процесс возврата счет переплаты, то есть ее можно вернуть за один день. Для сравнения до внедрения единого налогового счета на это уходил один месяц. То есть единый налоговый счет введен для того, чтобы люди могли оплачивать налоги просто и без ошибок. Именно так. Налогоплательщик вносит средства на свой единый налоговый счет, а дальше служба автоматически распределяет их по его обязанностям. В первую очередь направляется на погашение недоимки по хронологии ее возникновения, далее на налоги с текущими датами, потом пение, штрафы, проценты, ну что есть у каждого налогоплательщика. А как это все осуществить на практике? Как оформить эти документы неподготовленному человеку, если, например, не бухгалтер? Все очень просто. Перечислить единый налоговый платеж можно через сайт Федеральной налоговой службы или в любой учетной бухгалтерской системе. Нужно заполнить только одну сумму платежа, а дальше все реквизиты платежа будут заполнены автоматически без участия налогоплательщика. На сайте ФНС России это можно сделать через личные кабинеты. Есть личные кабинеты налогоплательщиков для юридических лиц, личный кабинет для индивидуальных предпринимателей, а также личные кабинеты для физических лиц. Или через уплаты налогов и пошлин. Но в нем нужно указать помимо суммы и свои ИНН и КПП. Если есть желание самостоятельно заполнить платежный документ, то реквизиты для уплаты единого налогоплательщика можно получить в операционном зале налогового органа либо на официальном сайте ФНС России. Обращаем внимание еще на то, что теперь все платежи зачисляются в единый казначейский счет в Управлении Федерального казначейства по Тульской области, включая и платежи жителей Карачаева-Черкесии. Данный счет применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или местонахождения объекта налогоблажения. При этом вопросы налогоблажения и расчетов с бюджетом остаются в ведении налогового органа по месту учета налогоплательщика. С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на сайте ФНС России или получить в операционных залах налогового органа. Как единый платеж будет распространяться по всем налогам и бюджетам? И кто вот это вот все будет осуществлять? Обязательства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут погашены, исходя из того, что налогоплательщик указал в своих декларациях или уведомлениях. Сначала будет погашена недоимка, как я уже говорил, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем начисление с текущим сроком уплаты, после того пение, проценты и штрафы. Это происходит автоматически, как прописано в Налоговом кодексе Российской Федерации. Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, то единый налоговый платеж распределяется пропорционально суммам таких обязательств. Если вы спросите порядки и сроках начисления пений, то они начисляются на отрицательное сальдо по едином налоговому счету за каждый календарный день просрочки уплаты налогов, начиная со дня возникновения недоимки и до дня уплаты включительно. Руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егорев принял решение о неприменении мер принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числевшегося на едином налоговом счете налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его отражения. До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки с такими лицами. Для этого им следует обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо. Данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до 2023 года. Это позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы коммуникации между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов. Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушение законодательства, связанное с непредставлением или несвоевременным представлением уведомления об уплате налогов и сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов. В некоторых случаях для распределения единого налогового платежа надо будет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлять по ряду налогов, таких как НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги юридических лиц и по упрощенной системе налогообложения уведомление налогового органа об исчисленных суммах. Сделать это надо до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты. Иначе деньги не будут распределены в бюджет, что приведет к начислению пении. Расул Толбевич, а можете привести примеры в каких конкретных случаях? Это относится к платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога. Уведомление содержит всего 5 реквизитов. Это КПП, КБК, АКТМО, отчетный период и сумма. Достаточно одного уведомления по всем авансам вместо заполнения множества платежек с 15 реквизитами в каждой. Причем можно оформить одно уведомление на несколько периодов. Например, если вы знаете, что у вас налог на имущество не изменится в течение года, то можно подать уведомление один раз за весь период, за весь год, по всем срокам уплаты. Уведомление многострочное. В одном уведомлении можно указывать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения. Представить уведомление об исчисленных суммах налогов можно различными способами. Это как на бумаге, его нужно предоставлять обязательно в налоговый орган по месту постановки на учет. Если платежщик сделал ошибку в уведомлении, это не беда. Он может направить налоговый орган новое, скорректированное. Важно успеть до срока представления декларации уплаты налога или сбора. Тогда недоимка не возникнет. Получается, все налоги оплачиваются через единый налоговый счет? Или все-таки можно в некоторых случаях остаться на старой схеме? Единым платежом уплачиваются практически все налоги. Это НДФЛ, налог на прибыль, НДС, страховые взносы и другие, установленные налоговым кодексом Российской Федерации. Как на единый налоговый платеж, так и на конкретный КБК, одним платежом можно заполнить налог на профессиональный доход, сборы за пользование объектами животного мира, сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов, утилизационный сбор, страховые взносы за период до 1 января 2017 года. На конкретный КБК уплачивается НДФЛ с выплат иностранцам с патентом, различные виды пошлин, в том числе по которым суд не выдал исполнительный документ, и административные штрафы. Перечень очень большой, можно получить весь список в операционных залах налогового органа, либо на официальном сайте ФНС России. Вы упомянули, что теперь установлен единый срок для уплаты и предоставления всей налоговой отчетности. Вы можете назвать этот срок? Единый срок для сдачи отчетности это 25 число месяца, а единый срок уплаты это 28 число месяца. Теперь объединили все сроки в одну дату, 25 число и 28 срок уплаты. Остался прежний срок только для уплаты имущественных налогов физических лиц, это 1 декабря. А есть ли возможность все-таки остаться на старой схеме и не переходить на единый налоговый платеж? Такая возможность предусмотрена в течение 2023 года. Здесь не нужно подавать уведомления, а по-прежнему представлять банк платежку с заполненными реквизитами. Налоговая на основании этого сама сформирует начисленные суммы. Но здесь важно правильно заполнить платежку и поставить в ней статус налогоплательщика 02. Из нее инспектор должен точно понять, какой это будет бюджет, какой налог, какой у него период и какая сумма нужно внести. Расул Толбиевич, если теперь все происходит у нас автоматически, автоматизировано, как налогоплательщику узнать, какие суммы ему нужно уплатить, какие движения у него по счетам? Об этом не стоит беспокоиться. Вся информация доступна в личном кабинете налогоплательщика или в его учетной бухгалтерской системе. Кроме того, в течение пяти рабочих дней по запросу налогоплательщика по ТКС или личный кабинет, или на бумажном носителе налоговый орган направит ему справку о наличии на конкретную дату положительного, отрицательного или нулевого сальдо. При этом справка о наличии отрицательного сальдо единого налогового счета содержит подробные сведения о задолженности в разрезе каждого конкретного обязанности по уплате налогов, в том числе по срокам ее возникновения. Также в ней содержится карта расчетов пеней с информацией о периодах начисления недоимки, на которые начислена пеня, и ключевая ставка рефинансирования Центрального банка России. На сегодняшний день она составляет 7,5%. Если информация о задолженности имущественных налогов физических лиц можно получить одним из способов с помощью сервиса официального сайта ФНС России, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте Федеральной службы судебных приставов через портал госуслуг. Если вы оплатили задолженность через личный кабинет, то в режиме онлайн сведения об уплате отразятся в личном кабинете в течение 10 рабочих дней. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней беседы – это единый налоговый счет, и все вопросы, которые возникают, можно задать по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Расул Таубьевич, огромное вам спасибо, что нашли время и возможность принять участие в нашей программе. Спасибо. До новых встреч. Продолжение следует...